Ребят, всем привет! Сегодня я хотел бы рассказать вам про свой свет, который мне пришел из Китая. Как вы знаете, может быть вы смотрели видео, когда я распаковывал этот свет, он мне пришел с Алиэкспресса и стоил он копейки. Я отдал за весь этот свет 100 долларов. В частности, мне пришло вот эти плафоны. Я в терминологии не сильно разбираюсь, поэтому уж простите. Вот это крепление для лампочки, здесь у нас выключатель, идет кабель. В общем-то весь комплект для того, чтобы можно было освещать кроме лампочек. Поэтому давайте сейчас рассмотрим, что входит в этот комплект, что мне понравилось в нем, что не очень понравилось. Но сразу скажу, за эту цену найти что-то похожее или получше просто нереально. Поэтому на данный момент на Алиэкспрессе можно за 100 баксов, еще и с быстрой доставкой, мне его доставили за 3 или за 4 дня, можно купить только вот такое. И оно будет вот такого качества. Если вы найдете дешевле, это будет дно просто никакущее. Если вы найдете дороже, то не факт, что вам придет что-то лучше. Потому что хороший комплект доставить из Китая, он достаточно тяжелый, будет не очень дешево. Ну что ж, давайте теперь посмотрим, что из себя представляет этот комплект более подробно. И я расскажу, что мне в нем понравилось, что мне в нем не понравилось. Ну что ж, вот так вот выглядят у нас ножки, на которых, собственно, держится сама стойка. Ножки полностью металлические, сама стойка полностью металлическая, то есть с этим никаких проблем. Вот эти штуковины, они из пластика и они, посмотрите, вот так вот немного играют. В принципе, эта конструкция устойчивая. Единственное, что если у вас ножки максимально съедут вместе, то понятное дело, что конструкция будет не очень устойчивая и лучше ее не задевать лишний раз. Все это дело у нас обжимается вот таким винтом. Здесь у нас все пластиковые, вот эти крепления, но болты металлические. А винт сам пластиковый, но из толстого пластика, так что с ним никаких проблем, я думаю, не будет. В любом случае, вот эта конструкция мне понравилась, но единственное, что мне не понравилось, это вот немного хлюпкие вот эти вот штуковины, если бы они были из более толстого или более такого не мягкого пластика. Потому что этот пластик, посмотрите, он мягкий и он такой, типа как резина, знаете, немножко, ну напоминает. Хотелось бы, чтобы вот эта конструкция была либо металлическая, либо чуть более толстая или более жесткая. В остальном, здесь у меня никаких претензий, все крепится четко, никаких проблем. Идем дальше, здесь у нас идет первое крепление, собственно, здесь мы можем регулировать высоту, это первое колено. Есть второе колено, оно также металлическое и также можно регулировать здесь высоту. Все работает одинаково, точно такой же винт, он обжимает у нас вот такие вот усики и они затягивают трубу. В общем-то, никаких сверхъестественных вещей, все довольно просто. Дальше уходит у нас эта труба на крепление, крепится голова просто сразу на металлический такой стержень. И обжимается это все дело вот таким винтом. По поводу этой конструкции, если не сильно обжать винтом, то есть чуть его ослабить, то вот эту конструкцию можно свободно крутить. Посмотрите, я кручу, но при этом труба остается на месте. Можно просто крутить голову, как вам удобно. И как бы, ну неплохо, это неплохое решение. Единственное, что мне не очень нравится, если вот эта конструкция как бы уже установлена здесь на штырь, то получается, что общая конструкция вот этого плафона, вот этого светильника, она как бы немного накренена. Конечно, в моем случае это удобно, потому что свет, который направлен вниз, он попадает сразу на объект, который я осматриваю, там обозреваю. Но если вам нужен, например, прямой свет, то вам придется крутить вот этот рычаг и выставлять плафон чуть-чуть вот, наверное, в таком положении, чтобы скомпенсировать вот эту вот такую легкую изгибистость вот этой штуки. Я прошу прощения сразу за терминологию, я в этом не силен. В целом, если смотреть издалека, то эта штуковина выглядит у нас примерно следующим образом. Довольно ровная. Есть легкая-легкая такая, знаете, легкий изгиб в эту сторону, но он очень-очень маленький. И в любом случае, это за эти деньги, это одно из лучших решений. Здесь у нас есть переключатель. Кстати, кому интересно, то называется эта штуковина Tian Ryu, этот комплект. Он рассчитан, вот этот здесь кабель, и на конце идет вилка. Вилка идет, обязательно учтите, это китайская. То есть, на нее нужно будет купить переходничок такой небольшой пластиковый. В магазинах они стоят просто сущие копейки. И вот эта штуковина у нас подводится вот в такую болванку. Она из прочного пластика. Здесь есть еще какая-то штука, наверное, чтобы сюда вес какой-то устанавливать. Я не знаю точно, я в этом тоже не сильно разбираюсь. Здесь переключатель высокого качества. Мне он понравился. Он действительно сделан добротно, качественно, не хлюпкий. Вот эта штуковина у нас отстегивается. И, собственно говоря, чтобы собрать эту всю конструкцию, вам придется немного приноровиться. Там идут такие четыре штырька. Но это все вы когда получите, вы сможете это сами разобраться без проблем, без посторонней помощи. Я сам это все сделал. Просто нужно немножко аккуратно и приноровиться. Потому что там еще важно, в каком положении вы выставите этот плафон. То есть, его можно выставить только вот в таком положении, скажем так, чтобы вот эта удлиненная часть смотрела вниз. Если вы захотите его перевернуть, то у вас по штырькам там не сойдется вот сюда. То есть, оно все втыкается вот сюда в голову. Если говорить о качестве материалов, то все сделано очень круто. Сам вот этот материал мне очень нравится. Он тоже высококачественный. Липучки все качественные. По поводу рассеивателя он тоже классный. Единственное, что он пришел помятый. Я думал его прогладить, но не заметил никаких косяков, в общем-то, на объекте, на столе, где я снимаю. Поэтому я решил так все оставить, как оно есть. А так, в целом, у меня вообще никаких претензий, особенно за эти деньги. Это отличный набор, отличный комплект. О чем я говорил из минусов, это только то, что чуть-чуть наклонена башка получается, когда вы установите уже, собственно, сюда лампы. А если вы хотите это подкорректировать, этот винт нужно ослабить и башку чуть повернуть. Эта башка регулируется в очень широком диапазоне. И чем ниже она будет наклонена сюда, тем лучше шире раздвинуть вот эти ножки. Потому что эти ножки очень, скажем так, сильно влияют на устойчивость всей конструкции. Ну и второй минус, который я хотел бы подчеркнуть, это то, что вот здесь вот эта вот хлюпкая конструкция. Это единственное, наверное, хлюпкое, что здесь есть. Все остальное сделано добротно и качественно. Так как у меня сейчас здесь установлены 4 лампы, целых 4 лампы вместо одной, как я это сделал? Я сейчас чуть-чуть приоткрою и покажу. Я установил такой разветвитель, видите, на 4 лампы. Я уже показывал и распаковку этого разветвителя, и показывал, собственно, сравнение, как светят 2 лампы, как светит 1 лампа, вернее, как светит 1 лампа, как светит 4 лампы. И, в общем-то, я пришел к тому, что лучше все-таки установить сюда 4 лампы. Вот у меня вторая тоже точно такая же, я просто ее не показываю, потому что она точно такая же. Лучше сразу прикупить вам вот такой разветвитель на 4 лампы, купить комплект из 8 ламп, и, собственно, зарядить эту всю болванку, и она у вас будет светить очень хорошо, очень ярко. Вот эту штуку нужно корректировать под себя, но это, опять же, это не минус, это просто особенности такой, скажем так, дешевой конструкции. Ну и вот это вот то, что внизу чуть-чуть, хотелось бы, чтобы оно было чуть более качественно. Все остальное, у меня никаких претензий к свету нет. В общем-то, вот так вот это все дело выглядит, сдалека, сейчас отойду в дальний конец комнаты, и вы увидите, вот, собственно, все довольно красиво и неплохо смотрится. Ну что ж, вот такой вот был сегодня у меня свет на обзоре T-Unrio, это мой основной свет, который я купил за 100 баксов на Алиэкспрессе. Я считаю, что это очень классная цена. Спасибо всем за просмотр, если видео вам понравилось, не забудьте его поддержать, если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Если я о чем-то забыл, тоже пишите об этом в комментариях, постараюсь как бы исправиться, в комментариях ответить вам на ваши вопросы. И не забудьте подписаться на канал, на группу ВКонтакте, увидимся в следующих видео, хорошего настроения, пока! Субтитры сделал DimaTorzok